здравствуйте мои дорогие ребята мы продолжаем работать как всегда с вашими вопросами сегодня я и мой верный спутник ipad разбираем вопрос который к нам пришел из инстаграма от максима лихатого если я как всегда не путаю ники ради всего святого извините макс спрашивает алексей скажите пожалуйста кофе со сливками без сахара не поднимут уровень инсулина максим и вообще очень часто ребята спрашивают вопросы относительно того а можно ли сливки добавлять в кофе они выбит ли это меня из pg в принципе потому что вы же знаете что любой продукт любой ингредиент любая составляющая которая будет содержать себе сахар в том или ином виде в этом случае почему молоко нельзя добавлять в кофе потому что молоко содержит лактозу а лактоза естественно будет давать отклик инсулина конкретнейшие естественно это будет нас выбивать из pg в этом случае со сливками макс спрашивает макс ну вот вы знаете я вам скажу так идеальная составляющая это когда у вас черный кофе прям вообще чистейшего чисто естественно нерастворимый естественно заварной максимум это капсулы могут быть там неспрессо какие-нибудь и если вы хотите смягчить ваш черный кофе то честно вам скажу вот возьмите поскоблите немножечко кусочек сливочного масла и вы можете сделать что-то типа пуленепробиваемого кофе ребята вы знаете что такое пуленепробиваемого кофе это в блендере перебита черный кофе с кокосовым маслом и со сливочным маслом вы можете смягчить ваш черный кофе путем добавления в него небольшого количества сливочного масла просто поскоблить чайной ложечкой ваш кусочек масла и смягчить его вот таким образом это самый лучший вариант самый в этом случае будет вариант сливочный о котором вы говорите ну вот прям граничить на уровне такого вот выброса инсулина если у вас сливки будут ну 33 процента это уже ну прям очень мало если вы найдете сливки жирнее если вы найдете например там 40 45 но это прям ну сложно это сделать реально вам обычно это 33 процента поэтому понимаете я не могу вам советовать говорить вот сто процентов если вы возьмете 33 процентной сливки у вас не будет отклика инсулина я не знаю какие точно то буду себе точно за если вы будете использовать настоящие нормальное сливочное масло это и смягчить ваш кофе и пить его будет приятно но и при этом это однозначно не даст никаких проблем с вашим периодическим голоданием и однозначно не даст вам никакого отклика инсулинового это мой совет поэтому если будет возможность найти например 40 процентов это редкость обычно 33 35 ну 38 я еще вижу поэтому пожалуйста осторожненько поступайте с вашим кофе и огромное спасибо макс за вопрос ребята мои дорогие я буду стараться делать видео вот в таком формате где мы делаем каждый день видео это во первых такая задача для ютюба во вторых я вас прошу пожалуйста ребят поддержите большим пальцем это видео если вы еще не подписаны я жду вашу подписку на канал просто здесь мы занимаемся ребята распространением информации о здоровом образе жизни о том как заниматься натурально как питаться в рамках здравого смысла и при этом оставляться здоровым и суперпродуктивным и я еще делюсь этой информации с вами ребят и в моем замечательном инстаграме где у нас вот эти вопросы вот я озвучиваю там и в истории в прямых сегодня было только уже два прямых эфира ну сегодня всяком случае в день когда я буду публиковать это видео уже было два прямых эфира в инстаграме поэтому ребят стараюсь с вами работать и здесь моем замечательном любимом ютюбе который мой родной дом мы тут прям ну очень хорошо и продуктивно с вами общаемся ну и конечно же стараюсь развивать мой инстаграм поэтому родные мои прошу вас раскликивайте описание этого видео и под ним будет информация первой строкой о моих марафонах вы знаете я провожу марафоны в которые я всегда приглашаю вас участвовать ребят это 21 день работы мощнейший над собой над своим телом над своим долголетием поэтому информация более подробно о том что входит марафон будет и в одном из углу этих вид этого видео чтобы здесь вас не занимать этим ну и конечно же тут под видео ребят будет ссылочка на мой абсолютно замечательный инстаграм который я стараюсь держать супер полезным позитивным и информативным потому что самое главное ребята это отнимать ваше время с пользой ребят чтобы мы не просто тратили время впустую на просмотре сериалов знаете у меня есть замечательная поговорка такая если у тебя есть время в жизни смотреть сериалы значит и делать что-то не так поэтому я стараюсь отнимать ваше время видео здесь в ютюбе в инстаграме с пользой чтобы вы тратили его вынося какую-то информацию поэтому буду рад если вы подпишитесь и здесь и в инстаграме родные я отключаюсь потому что холод собачий минус 4 на улице я отключился хоть солнечно она выглядит тепло на самом деле очень холодно все отключился побежали работать спасибо